так коллеги сегодня пятница а значит очередной вебинар по платформе бизнес-аналитики от китайского производителя fanruan под названием fanbi версия именно 6.0 и снова я вам напоминаю что этот вебинар проводит компания by consult мы официальный партнер компании fanruan с 22 года мы первые подписали контракт о партнерстве с этим китайским вендором сами работаем на рынке бизнес-аналитики 2009 года за это время сделали уже большое количество внедрений по бизнес-аналитики в различных инструментах начинали естественно свое время клик табло power bi сейчас внедряем помимо этих продуктов также внедряем российские системы китайскую систему fanbi и также помогаем нашим клиентам построить и модернизировать хранилище данных соответственно у нас есть свой учебный центр в нем очень много уже людей отучилась по разным направлениям бизнес-аналитики и обработки данных напоминаю что для вас действует промокод на обучение на наших курсах есть три типа курсов для fanbi 1 обычный разработчик fanbi то есть разработка с нуля продвинутый разработчик fanbi но мы рекомендуем где-то от полугода работы в этой системе и администратор fanbi для тех кто занимается администрированием сервера для вас по промокоду осень действует скидка 20 процентов также не забывайте если у вас есть интерес к теме бизнес-аналитики и вы рассматриваете предложение о работе направляет на наш адрес info собака biconsult.ru свои резюме мы обязательно с вами свяжемся и поговорим по этому поводу соответственно мы ищем разработчиков бизнес систем в том числе и в первую очередь fanbi поскольку у нас много проектов в этом направлении также мы ищем бизнес аналитиков которые работ могут работать соответственно собирать бизнес требования заказчиков и project менеджеров которые собственно рулят нашими проектами и помогают заказчикам делать проекты качественно в срок и в рамках бюджета вкратце наверное это все сегодня пятница не будем долго задерживаться на вступлении передаю слово наташи наташа какая какая тема у нас сегодня слушал ты все я работаю с функцией да да подключался да отличная тема да с удовольствием послушаем отдаю экран да я запуталась в экранах так видно слышно все хорошо а я не буду сегодня долго тянуть начнем с начала там уже написали в чате что про dev sub и dev ad об этом тоже расскажу сама долго погружалась в этот в эту тему они очень и простые и интересны начнем с начала потому что этот курс рассчитана не только на тех кто уже погрузился и понимает как работать с функциями но и для совершенно новых специалистов или те кто еще раздумывает заходить find by я хочу показать что это очень просто очень классно приступил функции расположена у нас в меню данных в настройки компонентов то есть это мы работаем расчеты именно в компонентах то есть дата то у нас данные а здесь где мы в компонент причем опять напоминаю что все что мы здесь рассчитаем будет доступно во всех компонентах данного объекта анализа я использовала тот же объект анализа что и на прошлом уроке здесь примерно те же самая структура данных что мы делаем там мы нажимаем многоточие вы у нас выходит вот здесь меню и мы выбираем рассчитываем добавляем рассчитываем индикатор find by это называется индикатора слева у нас есть перечень функции их можно искать они как видите сгруппированы по направлению самые общие это вот самые частые и без почему-то нее в первую очередь но давайте просмотрим просто какие есть функции как видите справа у меня появляется объяснение и пример того как это все можно использовать что очень удобно да это на английском но принципе думаю все достаточно понятно можно перевести на русский вот можно использовать встроенные переводчики переводить описание на русский и тогда вообще не будет никаких проблем с кроме вот всяких там пи он тоже их переводит но в принципе можно вернуть обратно так это такой небольшой серия как нам с этим работать косинус синус abs это у нас функция которая определяет экспонация можно раскрытие или делает по модулю число синус косинус тангенс котангенс и так далее не вижу смысла большого тратить время на пояснение в принципе все это можно прочитать из интересного ну что может быть интересно вот я сейчас экспериментировал готовила покажу подготовленным selling это функция которая round up то есть до самого до верхнего целого значения у нас округляет случае отрицательных значений это будет вниз случае положительных будет наверх вот мы смотрим значения у нас здесь положительные значения поэтому например с отрицательными здесь не будет можно на самом деле создать такой расчет и привести пример с отрицательными это не та функция ради которой будем стараться есть также floor которая работает в обратную сторону она округляет у нас вниз то есть если если у нас отрицательное число то будет минус 2 а положительно 2,5 округляется до 2 это тоже бывает полезно и конечно классический раунд которая нам округляет до того количества знаков которые нам необходимым здесь можно выбрать любое значение которое нужно будет округление у нас сами значения не содержит столько знаков чтобы раунд нам округлил до того значения можно попробовать value формат выставить вот будет value формат тоже там мы округляем а здесь мы формат выводы числа обратите внимание на эту разницу то есть да у нас появились нули но если вы округлили до трех знаков нет смысла увеличивать формат числа далее нас посмотрим другие функции если кто-то хочет что-то спросить спрашивайте текстом будем зачитывать а вот я не знаю сразу павел спрашивает деф-ад и да это я знаю это чуть дальше это я увидела отметил для себя и это есть программа конечно же это одно из самых популярных и любимых тут я хотел просто пройтись по списку показать как читать как что искать чтобы пользу чтобы те кто смотрит наше сейчас присутствует или ролик могли может без глазами увидеть и что-то спросить и потом понять что требуется или для тех кто изучает find by будут смотреть наш курс будут понимать какие функции есть и увидеть что-то интересное для себя у нас есть также еще ну классические математические функции которые мы используем так вонте неинтересно то есть у нас остаток отделения классическая функция остаток отделения на на 4 допустим на самом деле функции здесь классически даже есть на самом деле статья которая рассказывает связь экселевских функций и функций find by для тех кому привычные кто переходит с экселя так на этом я думаю больше мы не будем сильно останавливаться из математических функций здесь особо ничего давайте может быть рант это генератор случайных чисел можно дополнительно какие если вам нужны коэффициенты и либо еще что-то дополнительное сделать себе расчет расчет также есть еще помимо классического есть run run between то есть вы можете задать диапазон значений который вам нужен и в этом диапазоне будут сгенерированы значения но хочу отметить что они будут каждый раз меняться тут это она генерится постоянно если мы обновляем то они будут меняться они не стабильно но если вам случае чего нужно какие-то генерить значения вы можете это сделать там коэффициенты или еще что-то вам требуется можете создать для дополнительных расчетов ваших или аналитики какой-нибудь что еще ранкейт тоже полезная функция именно функция которая не округляет а обрезает значения по тому количеству символов которые вы указали здесь именно обрезка а не округление по математическим правилам которые традиционно приняты в математике по математическим функциями я думаю все больше не буду я вам тут давайте с датами поработаем это всегда более интересная функция дата мы можем делать дату из разных частей коллеги пожалуйста также можно случайно нагенерить значение там дата или еще что то если у вас есть отдельно части года месяца и дня вы можете на основании них сделать дату эта функция date самая первая пример тоже здесь представлен можно посмотреть разница между днями это тоже очень полезная функция она есть и в быстрых расчетах когда мы в етель смотрели то есть это аналогично только на уровне компонента у нас может быть мы можем использовать дату отмечу также что когда вы выбираете в меню вы нажимаете сразу дата появляется а также можете контекстное меню искать здесь будет и функция сразу же и дат и поля и здесь указывается какие таблички в каких табличках это поле присутствует и из какой именно таблички вы хотите взять это поле сейчас посмотрим так сделаем так чтобы было раскрыто у нас постоянно видите мы десять дней назад и получаем дату десять дней назад в принципе если вам нужно какие-то отступы в датах можно использовать аналогичные функции есть дельта давайте заодно посмотрим дельта она работает по такому же принципу у нас есть дата и есть минус 2 или плюс 2 давайте сделаем дельта и тогда мы получим дату два месяца спустя через два месяца 19 апреля 19 июня все правильно 27 июля 28 июля интересно что будет если у нас если у нас месяца нет этого дня будет ли ошибка давайте поищем 22 февраля ну или 30 и 31 почему-то я не вижу этих дат потому что они на другой страничке смотрите 31 августа 30 сентября ошибок никаких не возникло то есть find by не делает таких глупостей что если 31 августа у нас появится 31 сентября которое не существует на пограничных значениях будет последнее число месяца для 30 и 31 августа результат будет одинаковый функция не вводит нас в блуждение и не создает нам некорректных значений аналогично можно сделать относительно с функцией year-дельта есть информация о том что функция формат некорректно работает с датами поэтому будьте осторожны лучше работать все-таки с функциями именно дат они предусматривают вот эти нюансы с датами дельта 2 сегодня я не буду торопиться потому что чтобы все успели посмотреть такие вещи иногда лучше медленнее показывать что 19 апреля 2017 года как видите все хорошо у нас все перенеслось давайте посмотрим тоже с месяцами но здесь аналогично благодаря тому что год и месяц тот же самый не совпадает и никаких проблем нет 28 февраля так у нас давайте попробуем поискать если такой день у нас похоже такого 29 февраля нет у нас не генерили мы данные с таким источником чтобы проверить чтобы проверить как будет работать нет нет поэтому не могу проверить но в следующий раз можете если вы захотите проверьте сами с 29 февраля как работает year-дельта следующей функции дат date-div тоже очень полезная интересная функция давайте проверим date в функции date-div помимо помимо давайте тогда это year-дельта поле 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 можем использовать те поля которые мы создали в функции date-div есть возможность указывать UDT в том числе с учетом то есть вычистать чисто месяцы или разница без учета года у нас есть в примере здесь будет всего 3 потому что это 3 года между этими датами а есть также md минус 8 потому что игнорируются месяцы и года давайте проверим различные варианты можно прямо на самом деле попробовать использовать из примера чтобы не с полями а вот как у нас есть максимум 3 6 3 мы убирали я убрала все остальные значения чтобы у нас не было с этим сложности вот так 3 посмотрим теперь давайте посмотрим другие варианты что представлено в примере то есть в случае если вам нужно учесть что в датах будет разница здесь у нас февраль-март по месяцам у нас всего лишь какое-то минус 8 мы игнорируем здесь месяцы год между 28 февраля 2001 и 20 числом всего лишь 8 дней разницы не взирая здесь на то что года у них 2004 и 2001 то есть посмотрите сами внимательно по ключикам как лучше посчитать то есть здесь есть определенная гибкость и возможности по-разному считать с учетом каких-то элементов даты или без учета игнорируя их высчитывая только то что вам необходим следующая функция date update это как раз аналогично на самом деле функция но она высчитывает дельту между разницу между днями в каких-то более детальных элементов то есть тут можно не только годы месяцы и до дни но еще часы и секунды минуты и высчитать это более детализированная разница по разница между днями преобразование даты в число тоже это хороший вариант и это количество миллисекунд с 1 января 1970 года часто так как когда между датами разницу там не высчитать используют преобразование в число либо сортировки можно использовать для сортировки можно тоже использовать преобразование даты в число и уже работать с числами а дальше их возвращать формат даты здесь у нас число функция day которая выделяет дату из даты дату также также 360 day 360 а ну вот смотрите эти разращает количество дней между датами исходя из того что 360 дней в году исключая вот эти разницы в днях в месяцах days of months это количество дней в месяц если вам нужно понимать сколько всего дней в месяце можно использовать функцию и посчитать именно сколько дней в этом месяце в данной дате это аналогичная срока дней в квартале и в году 360 360 давайте посчитаем кстати где у нас есть високосный год и там 366 дней есть ли у нас такие данные даты и и это 365 почему то вон за 730 получилось 365 значит наверное два значения максимум надо вывести можно также сделать следующим образом использовать фильтр меры можно расчеты на меры также можно помещать в результативающий фильтр и использовать в качестве источника ну как то я не вижу чтобы у нас что то интересно получилось но ладно не буду сейчас погружаться так дальше пойдем в функция что еще у нас интересно минуты даже есть лунный календарь наверное в Китае это имеет значение не знаю где это может у нас пригодится вот текущее соответствует как период лунному календарю минуты месяц точно так же это месяц года формат у нас может быть формат даты то есть формат даты определяем чтобы было понятно системе как его преобразовать где находится именно месяц даты мы смотрели функция нау которая определяет текущее системное время тоже может пригодиться если вам нужно где-то выводить дата запуска квартал секунды время именно мы можем формат времени определить дополнительные пообразованию пообразование дата пообразование дата давайте посмотрим классическая функция пообразование данных здесь именно чтобы вы превратите объект в тип дата, тип date. Вы текстом пишете и возвращаете дату в формате, который задан у вас либо по умолчанию в системе, либо с помощью плагина вы указываете формат дат. И тогда система будет определена как дата. Неделя. Здесь именно количество, это неделя, в какую неделю попадает указанная дата. Week date – это… Надо провериться, чтобы я не смотрела. Date. Давайте посмотрим, что будет. Что будет. Date – неправильно. Здесь тоже надо указывать. Так, ладно. Здесь еще есть weekday. Определяет номер дня. Хочу отметить следующий нюанс. Вот эта функция зависит от настроек Find BI, какой день считается первый – понедельник или воскресенье. По умолчанию, Find BI – настройка, что первый день недели является воскресеньем. Здесь Sunday – 0 указывается. То есть начало начинается с воскресенья. И если у вас стоит с воскресенья, то будет нулевой день именно воскресенья. И от 0 до 6, как вы видите, 6 будет суббота. Если же выставлено начинать расчет с понедельника, то будет нулевой – это понедельник. Так, приступим к текстам. Давайте здесь функция. Это удалим. Текстовые функции. Следующая. Чар определяет код. Дает символ по коду. Если вам необходимо, вы можете там, ну классическая чар 10, иногда мы используем как перевод строки или какие-то символы, тоже можно использовать в функциях. Здесь код – это наоборот, вы определяете код, кодируете текст. Если вам нужно получить код текста, можно его сделать. Давайте вот так попробуем. Вот у нас получился код. Как он считается, честно говоря, я даже не смотрела никогда, не погружалась так глубоко. Код первого символа строки. Соединение нескольких строк, что тоже может быть полезным, допустим, чтобы вам объединить несколько полей. End with – это проверка, заканчивается ли на ваша строка, на какой-то вам необходимый символ или набор символов проверка. Exact – это точное сравнение двух строк, являются ли они эквивалентными или нет. То есть в случае, если вы опасаетесь, что у вас где-то есть пробелы, то вы можете использовать эту функцию для того, чтобы убедиться, что нету нечитаемых символов, которые искажают картинку и, допустим, дают вам разные лишние строки, дубликаты, которые вам не нужны. Можно с помощью этой функции убедиться, что у вас совпадают, не совпадают ли строки. Find – тоже очень полезная функция, которая находит текст в подтексте. Точнее, подтекст в тексте. В качестве результата выводится номер символа в строке, с которой начинается подстрока. Здесь у нас, так как I большая, то мы ищем I, то это будет первая, а I маленькая, она будет уже на восьмом месте. Если ничего нет, то будет 0. И StartNum – это с какой строки нужно начинать поиск. Формат – тоже очень полезная функция, но она по-разному работает в разных типах подключения. Давайте проверим. Формат числа может быть задан. Я, кстати, честно говоря, часто путаюсь в этих форматах. Будет, не будет. Формат переводит из цифров в число. Ой, Господи, из числа в текст. Эплой, правильно, я выбрала. Надо аккуратнее это все считать, потому что, как есть, не получится. Не получится. Так, вот у нас вот так получается. То есть в случае, если вам нужно число преобразовать в текст, отобразить, как есть, без преобразований, без или нос, то можно вывести с помощью формата и преобразовать в текст. Либо если вам нужно объединить, допустим, с любым текстом, и вывести вот так, допустим. И у вас будет строка целиком. Можно использовать в этой случае. Также преобразование формата числа, дат, тоже можно использовать в эту функцию и преобразовывать, если нам нужно, допустим, формат... и там нужно задать формат числа. пускай будет вот так. Здесь первый, так как первый месяц у нас, второй, третий и так далее. Ну, если вам, допустим, нужно либо еще вот так добавить ноль... ну, конечно же, при грамотном подходе, там нужно в случае двухзначных, мы должны преобразовать и это обработать. С ифами мы сейчас тоже посмотрим. Ну, суть в том, что просто можно использовать и преобразовывать цифры в текст. нужно в формате и добавлять строки в итоги или как-то подписи можно преобразовывать. Также формат работает с датами. можно поменять направление, то есть если вам у вас формат даты задан один, а вам нужен другой формат даты, то вы можете тоже это сделать, допустим, или через другие символы, предположим, либо каким-нибудь еще образом вы можете указать, что вам нужно, чтобы отображалось. Вот таким образом. поэтому это часто используемая функция. Применяйте. Текстовая функция. Left – это количество символов слева, либо это слева, то есть мы указываем тексты, сколько слева от начала строки нужно оставить, остальное будет обрезано. То есть у нас здесь 8 символов нам нужно оставить. IndexOf – это строка и символ в строке, мы указываем индекс символа, который нам нужно вывести. Длина – тоже классическая функция. Lower – это нижний, upper – нижний регистр. Mid – это функция, которая выделяет строку, в подстроке мы можем обрезать, вырезать часть строки и строки. Нам to – это преобразование. Это в китайском. Мне очень интересно. Proper позволяет нам функция все, весь текст, первые буквы, словно сделать с заглавной буквы. Если вам нужна фамилия, допустим, фи написана в нижнем регистре, вам нужно, чтобы фамилия, имя, отчество начиналось с первой буквы. Regress – это поиск по паттернам, тоже полезная функция. Давайте ее посмотрим. мы можем на примере тех примеров, что представлено сам фатрон нам подставлять. Давайте посмотрим. Почему он нам так считает? Давайте проверим. exp. Потому что я ценик добавил, смотрите, видите. У нас появляется больше нуля значения. В случае, если вам нужно регулярное выражение в простом хотя бы варианте, как здесь, видите, оно чувствительно к регистру. поэтому будьте внимательны. Find BI в основном чувствительно к регистру, как поиск, так и вход на именование пользователя. идем дальше. В случае, если у вас есть вопросы о каким-то функциях, более детально пишите в чате и сегодня, и в чате в нашем Find BI in Russia. Будем более детально разбирать какие-то функции. Сейчас у нас сегодняшний у нас обзорный урок. Просто посмотреть, что у нас есть. А дальше, если возникают подробности, вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Будем детально расписывать. Repeat. Это позволяет нам сколько-то раз какой-то символ продублировать, что тоже, в принципе, может быть полезно. Replace. Функция подмены одного символов одного на другой. Right. Это аналогично Left. Только у нас мы указываем, сколько символов нужно срезать справа. Это хорошо работает, если вам нужно лишние знаки убрать у вас однотипный формат данных и вам нужно только часть данных получить из Split. Split очень тоже интересная функция. Особенно она хорошо работает в Spider. Давайте проверим. Так, не Type. Мы забыли что-то указать. Строка 1, строка 2. Мы не указали второй параметр. Я не указала второй параметр. по какому будем разделять. У нас появляется такой массив. Хорошо. Так, пойдем дальше. Как трудно, когда все молчат. Да ты все понятно объясняешь, чего пока спрашивать. Start with аналогично end with, то есть мы функция, которая проверяет истинность нашей проверки. Начинается ли строка с какого-то указанного нам символа или подстроки. А substitute это подмена одного значения на другое. То есть, если вам нужна часть текста подменить, вы можете какое-то значение подменить. Например, видите, здесь есть пример того, как это может быть работать. Тут double это значит мы преобразовываем текст. Если у нас текстовое значение содержит цифры, мы хотим преобразовать его в число. Можно преобразовать в число. и при этом не целое, а именно в тип double. Прим это классическое обрезает пробелы слева-справа. В случае, если случайно какие-то символы у вас есть, загрузились символы дополнительно, вам нужно обрезать. В идеале, конечно, это на источнике делать, но иногда это нужно делать в процессе работы с... Также есть two-integer это преобразование текстов целое число. Если вы знаете, что текст у вас содержит цифры, и вам нужно его конвертировать в число. Апера аналогичная это функция, которая нам преобразовывает верхняя регистра. С текстом, наверное, это все, так что пройдемся дальше по логическим функциям. Логические функции в find.bi классический end, or, in, not, if, и switch. классический end у нас работает здесь следующим образом, как синтаксис его, немножко непривычный, допустим, у нас 1, 2, 1 равно 1. В данном случае мы пишем условия в скобках, их может быть больше двух, конечно же. В случае, если выражение истина, то мы получаем единичку, если ложное, то получаем ноль. У нас сложное выражение, поэтому мы получили ноль. Ну, это логично. Давайте вернем. Получили единичку. Все понятно. Также можно помимо такой записи еще помимо классического явного end выражения можно 2% поставить, и это тоже будет корректно. Если будет 2, 1 нельзя, только 2. Аналогично касательно будет у нас, если мы будем использовать OR. OR работает синтаксис OR аналогично синтаксису AND, то есть у нас серия условий, которая помещена в скобках. Правила такие же, все здесь аналогично. Если мы хотим заменить символы, чтобы не писать, нам хочется упростить запись, то достаточно вот так написать и будет это аналогично, то есть ошибки не возникнут. По логическим функциям. Появилась функция как раз не так давно, в 11-й версии появилась функция IN. Как он работает, давайте посмотрим, еще бы я знала, как там. Давайте посмотрим, какие у нас есть значения, чтобы не обманываться. здесь мы явно указываем значения, а здесь, конечно, на равенство у нас получилось. Ладно. проверим синтаксис, как лучше это сделать. Нам нужно указать входит, у нас либо нет соответствия условий, либо нет, как видите, у нас только одно значение соответствует. К сожалению, как сделать именно лайк, я пока не знаю, быстро не приходит в голову. если else, ладно, я подумаю. if or. Давайте посмотрим про if. find.bi достаточно простой, здесь нет возможности писать else, у нас идет запись в одну строчку. логически у нас есть условия, причем может быть несколько у нас условий, то есть нам никто не мешает в if положить еще and, допустим, 1 равно 1, 3 равно 3, и дальше добавить условия. так же мы можем и еще дополнительно, то есть мы можем еще добавить и вот такую цепочку с or, допустим, и у нас либо вот это равно, либо это выполняется, и здесь еще одну, которая еще будет выполняться. 2 равно 2. Так тоже мы можем писать целую цепочку, то есть каждый элемент вот if позволяет нам множество, добавлять множественность условий, то есть вкладывать одно условие в другое, но сохраняя синтаксис и внимательно сочетая скобочки, которые нам нужны. Для упрощения мы можем делать перенос строк, то есть никто нас не заставляет это писать в одну строчку, можно, как вам удобно, но главное, чтобы хватало вам скобочек, если вы где-то какую-то скобку пропустите или неправильно поставите, будет у вас инвалидная формула, и она не выполнена. Следующее условие, допустим, у нас if условие выполняется, здесь допустим у нас какое-то значение, а дальше у нас есть еще варианты, и нам тогда нужно делать еще одно виткление, мы можем еще один if сюда вложить, и тогда у нас будет встроенная, и таких if может быть сколько угодно, сложность формулы будет увеличиваться время расчета, время отработки этого индикатора будет увеличиваться, поэтому, конечно, будьте осторожны, не слишком увлекайтесь этим процессом, и также результат всех вычислений должен быть однотипным, если мы сейчас укажем текст, обычно он ругается, но преобразовал сразу в текст, но здесь, так как у нас везде была правда, то мы пошли сразу же все по одному значению, так, давайте тогда вот так, у нас будет следующее уже условие, вот это, если и это у нас перестанет выполняться, то будет значение, то есть, как видите, если я одно из значений указала текстовое, то все остальные тоже будут приведены к тексту, они не будут, это сразу же становится измерением, так, свитч работает следующим образом, у нас есть выражение, его значение, результат, значение, результат, то есть, в принципе, и тоже все результаты должны быть одного типа, давайте посмотрим, нет, я так не веду, вот, потом опять У нас, допустим, будет один текст, для второго значения будет другой текст, для третьего значения будет еще один текст. Часто задают вопрос, а как сделать else, когда у нас нет никакого условия. Обычно делаем мы вот так. Мы делаем просто значение-значение и для него будет вот таким образом. То есть у нас второе значение всегда будет выполнено. Для вот этих значений мы указали то, что ввели, а все остальное будет именно other. То есть вместо else мы просто указываем само значение, которое вот expression мы вводим. Тогда появляется else. Так, по логическим функциям вроде бы все, но столько времени уже прошло, а я еще половину не рассказала. Агрегатная функция здесь так же, как и в других BI-системах, это стандартная функция агрегации Average Count, Count Distinct, Max, Median и так далее. В отличие от того же табло, здесь агрегация идет, именно сумма набирается построчно и у нас получается общая сумма. Минимум, стандартная и так далее. Давайте посмотрим быстрый расчет. Я немножко подготовилась, чтобы ускорить данный процесс. Его, наверное, проще показать отдельно. Есть несколько важных нюансов с функциями расчета Previous Aggregation и быстро Previous NLS и Previous Period. Они работают только в случае, если вы кладете в Dimension, в поле с Date, Tip Date. Иначе, если это будет текстовый, оно работать не будет. То есть он не может пока работать так же, как в табло. Допустим, любое предыдущее значение измерения считается, и оно будет считаться. Нет, здесь это именно только по датам. То есть мы, если работаем… Давайте вот классическое вот этот Order Date. Давайте еще быстро покажу про быстрые расчеты. У нас здесь в контекстном меню есть быстрые расчеты. Мы можем многое что сделать, не считая в формулах, а именно считая просто здесь… Не хочет он быстро? 85. 1611. Это, наверное, МАНТ Е. Здесь важно понимать, какие значения у нас есть, каких нет. Year on Year Rolls, а у нас здесь Year on Year 697. Так, смотри. 17 мая, 17 июня. У нас здесь есть совпадения, поэтому у нас появилось. Давайте по месяцам. А здесь у нас сразу же по годам только. То есть если предыдущий месяц этого же года… Ой, предыдущий год этого же месяца. И у нас появляется значение. То есть нам достаточно в быстрых расчетах получить, и будут эти все функции. Мы можем перейти и посмотреть. Месяц к месяцу. Аналогично у нас 1734-1735. Точно так же будет работать в период самогрейт. Он работает только с агрегирующими функциями. Он даст нам точно такой же результат. То есть можно написать функции, можно использовать быстрый расчет. Аналогично здесь будет не previous period, а same period. Но в same period нам необходимо еще указать, по какому мы все хотим это сделать. У нас год будет. И это будет то же самое, что было в предыдущем варианте. Тот же месяц предыдущего года. Также можно считать быстрые изменения. То есть как меняется и процент изменения. А, это процент на самом деле нет. Это не изменения. Это я быстренько. Это процент, который составляет в группе. Вот здесь вот эта часть. Как меняется change rate. Получается, что Find BI позволяет вам не писать сложную форму, а часть расчетов сделать с быстрыми калькуляциями и не тратить время на написание формы. Али, а можно вопрос? Да, спрашивайте. Вот как раз по поводу вот этих вот процентов. Да, он указывает именно процент относительно группы, которая отражается. А можно ли вот такими же быстрыми расчетами сделать процент относительно предыдущего периода, например? Так это вот как раз вот этот rate, вот это. Вот 52 процента, вот здесь 124 процента выросло в предыдущий период. Только посмотрите, чтобы было соответственно, чтобы правильно там дата месяца к месяцу, чтобы было... Месяц к месяцу просто самое простое, но понятнее, чем листать год к году. Можно аналогично сделать... Вот год к году 6 тысяч. Но это надо проверять, я не перепроверяла. Посмотрите по своим значениям. Вот внимательно вот этот раздел, он очень интересный, он очень полезный. Здесь есть даже еще кастом период, но он не клиент... То есть он не всегда появляется, кстати, вот эта функция. Надо смотреть, в каких условиях она появляется. Пропорция в группе, да, но здесь у нас групп нету. Можно добавить, допустим... Если у нас кастомер-идей, наверное, неинтересно. У нас может быть, допустим, категория. И у нас тогда будет именно по категориям разбиваться. Пропорции по категориям. Так, из основных, что здесь еще интересного в быстрых расчетах, есть рейты, ранки по увеличению, по уменьшению. Аналогичная функция как раз есть, ранка NLS, которая тоже позволяет нам считать, во-первых, да и два параметра. Первый параметр – это считать в группе либо целиком, то есть 0 или 1. Давайте посмотрим. Range, то есть у нас либо 0, это по всем строкам, либо единичка, это только в группе. То есть это аналогично быстрым расчетам. И также Ask, либо Desk, определяется считать по увеличению или по уменьшению. То есть есть функция формула, а есть быстрый расчет. Как вам удобнее, так вы и считаете. Так, что еще дальше у нас есть? Групп рэнкинг, то есть есть просто ранкинг, есть групп рэнкинг, быстрых калькуляций, аккумуляция то же самое и аккумуляция в группе. Аналогично в функциях. А также у нас дается… Есть второй параметр – range, который определяет накапливать либо целиком по всем строчкам, либо по группе. И быстрая функция – про то же. Как вам удобнее, вы можете… Мне удобнее быстрая функция, честно говоря. Также можно посчитать all values in group, посчитать сам максимум, минимум. Это аналогично с сам эгг. И all values – то же самое. Есть также еще total функция. Она тоже позволяет посчитать. Total тоже есть, обладает двумя параметрами. Range и AGG. То есть range – это по всей группе, по всем строчкам либо в группе. И агрегирующая функция – это средняя, максимальная. Вот то, что мы видели в контекстном меню, то же самое делается с помощью функции total. То есть fine в этом плане сделала уже часть работы за вас, чтобы вы не считали дополнительные функции. То есть быстрые ввод калькуляции, они тоже здесь есть. Анализируем мы функции, как раз сейчас мы про них и расскажем. Про, скажем, тоже из null и nvl. Из null определяет, является ли значение пустым, и nvl, какое значение вместо null пустого значения указываем. Про dev, dev.add, dev.sub и ele. Давайте быстренько про них, потому что это самые важные вопросы. Dev-функция – это наследник фикс-тест 5-й версии, либо аналог load в табло. Давайте посмотрим, вы, возможно, уже видели этот документ от вендора с описанием этой функции, чтобы… Основной синтаксис dev-функции – это агрегатная функция, агрегирующий индикатор, перечень измерений, и добавили третий параметр – они условия фильтрации. Хочу отметить сразу же, что если на компоненте есть фильтрация, в смысле result-filter, указанное какое-то фильтрующее условие, либо фильтр мы фильтруем в дашборде, то он влияет на dev-функцию. Здесь нет такого, что он игнорируется. То есть dev-функция работает уже после фильтрации. Сначала выполняется фильтрация источника, а потом все калькуляции работают уже с фильтрованными значениями. Учитывайте это при планировании своего функционала. Здесь это обычный пример. По dev-саб и dev-эт. Бывают ситуации, когда у вас в компоненте очень много измерений, и для того, чтобы не перечислять, допустим, все измерения, которые там указаны, с учетом того, что вам нужно добавить, вам достаточно использовать функцию dev-эт и добавить только то измерение, которое вам необходимо учитывать при расчете. Dev-саб – это аналогичное, но только убрать, указывать те измерения, которые нужно убрать. В случае dev вам всегда нужно, если вы пишете просто dev, то вы должны указать все измерения, которые должны участвовать в расчете. Потому что если вы их не укажете, то будут они игнорироваться и будут сгруппированы только тем измерения, которые вы указали. Если вы указали пустой список, то просто будет все объединено, агрегация выполнена по всему массиву данных. То есть как будто мы ни на какие измерения и не разделяем. Теперь давайте посмотрим на примерах. Есть ли какие-то пожелания по примерам? Нету. Нету. Хорошо. Вот я взяла несколько вариантов. Company name – частота оформления. Оформление заказов. Классическая достаточно задача. У нас функция dev. Мы указываем агрегирующую функцию и указываем company name как измерение. Здесь мы на самом деле можем добавить еще измерения. Company name и, допустим, регион. Разницы мы особо не увидим, скорее всего. Мы сейчас просто посмотрим синтаксис. Можно сделать следующим еще образом. Давайте посмотрим, какие есть регионы. Добавим фильтрующие условия. Сама логика простая достаточно, но нюансов действительно много. Европа. Давайте сделаем именно по Европе, допустим. Тогда мы добавляем третий параметр. А можно вопрос? Да, пожалуйста, задавайте, потому что мне фантазии не хватает. А мне интересно, вот в этот фильтр можно через параметр передавать в что-то? Давайте попробуем. Кстати, хороший вопрос, а то мне скучно. Так, давайте проверим. У нас здесь будет фильтр-компонент, текст. Давайте тот же регион мы его сделаем. у нас здесь нет параметра. Сейчас создадим параметры. А, нет. Параметры. Как раз по параметрам. Нам нужен текст. Параметры. На самом деле, его даже можно не создавать, благодаря тому, что… Ну, в смысле, не инициализировать. Благодаря тому, что мы можем инициализировать значение по умолчанию, можно спокойно использовать. Так, у нас частота оформления заказов. Давайте проверим. На самом деле, можно. На самом деле, можно. Вы спокойно его указываете, и у вас все работает. Давайте сменим гион здесь на… Сев. А можете для демонстрации еще, как работать с параметрами, также в «Докбор» добавить? Сейчас все посмотрим. Вот Северная Америка. Да, сейчас, конечно. Фильтр компонент. Текст. Customer full. Энги он. Давайте добавим. У нас это был Dev Company, по-моему. Здесь мы ничего не выбрали, но у нас значение по умолчанию указано, поэтому… Скандинавиа. Давайте поинтереснее. Это сейчас сделано. Попробуем несколько значений. Сейчас. Ну, по-моему, с несколькими значениями пока не работает. Я спрашивала. Они, по-моему, обещали, что сделают. Нет, здесь, кстати, должно работать. Я же проверяла. Давайте выберем два значения. Все работает. Вот так оно работает. Благодаря функции In появилась возможность корректно обрабатывать ситуацию, когда несколько передано значений. Есть еще вопросы? Давайте посмотрим, как у нас Dev Ad работает. То есть мы здесь по Company Name пытались что-то считать. Мы сейчас не будем проверять, как он считает, не считает. Ну, про корректность. Про цифры, частота заказов и так далее. Давайте просто по сути, как работать. Дальше вы уже детально сами будете смотреть и цифры проверять за ним. Среднее число – это частота и количество месяцев. Ну, это тоже здесь функция. Сейчас, где я считала. Месяца. Поиском, когда много у нас уже появляется, много калькуляций, можно использовать функцию. Первый, последний заказ и разница в месяц. То есть DateDif я считала как раз. Ну, это среднее. А Dev Ad у нас мы можем посмотреть и добавить какие-то расчеты. Не уверена, что они нам что-то покажут. Мы сейчас смотрим в основном синтаксис. Если вопрос… Основная идея Dev Ad и Dev Sub – это для того, чтобы не указывать в Dev весь список тех измерений, которые вы кладете на визуал. Если их много и вам нужно просто расширить, то есть с учетом еще дополнительного измерения выполнить вычисления, то вы делаете Dev Ad. Если вы хотите, чтобы у вас считалось без учета какого-то измерения, то вы указываете как бы только то, что вы убираете. Допустим, здесь у нас будет Dev Sub. Мы убираем… Сейчас City добавим сюда. Предположим, мы хотим еще разрезать по городам. А в Dev Sub мы не хотим считать с учетом городов. Нам важнее… Нам не нужно… Мы хотим объединить только по регионам. Давайте здесь убираем. Давайте здесь убираем… Здесь лучше оставить. Они не применялись. Так, у меня где-то был пример, которым я разбирала. Но я его сейчас вам быстро не найду. Сейчас давайте начнем заново и аккуратненько посмотрим. Agion Company Name. У нас есть сумма. Давайте в виде таблички так будет нагляднее. У нас есть… Допустим, если мы хотим исключить Company Name, то мы делаем, допустим, Dev Sub. и мы указываем сам Aggregate Net Sales и убираем измерение Company Name. Давайте проверим только Company Name. У нас источники Customer Full. А здесь я использовала из какого источника. У нас есть однотипные названия, и они иногда могут давать некое искажение информации, расчетов, когда мы неправильно берем не то измерение. Не сработало. Спасибо. Спасибо. » вообще не влияет на самом деле влияет но почему наверное я что-то неправильно считаю а если попробовать это без дарса по просто я хочу сделать да это точно считает так давайте проверять правильно я использую измерения customer full и сейчас я проверю и еще эти измерения он от sales mount и из этого тоже кстати давайте проверим так как всегда когда нужно показать она не показывается как там же другое дать это вообще-то измерения а этот справочник а на целся mount у нас это вортерс view на целся один есть а есть на целся на целся это я делал на целся один я делала детализированную фильтрацию о чем тоже хотела показать вот она все правильно тебе посчиталось а потому что это дев давайте смотреть у нас только регион мы по региону считаем он тогда нам показывает да давайте добавим мы хотим еще его айти вот здесь он тогда указывает то же самое. А какой смысл здесь добавлять custom ID, если у нас нет агрегатов по custom ID? Мы как это увидим? Надо как раз смотреть, как это правильно увидеть. Я находила и потеряла. Это очень тонкий момент всегда. А я вообще в принципе не очень понимаю смысл тогда dev-add. Если мы в Dimension не закидываем какое-то измерение, то какой смысл добавлять его в dev-add? Мы уже просто его не увидим. Обычно классические примеры, если вы хотите посчитать среднее с учетом не по тем измерениям, а еще с учетом клиентов. И тогда... Если у нас не клиент добавлен в Dimension, то как мы увидим? А мы увидим просто среднее значение. Оно будет, допустим, у вас регионов 10, а клиентов 50. И вы эту сумму поделите еще на 50. И среднее будет меньше. Он хитрый. Я согласна. Я сегодня... Я каждый раз начинаю делать. Я каждый раз вроде бы у меня получается, а потом начинаю кому-то показывать, и у меня все ломается. Вот уже который раз я пытаюсь это сделать. Точно так же функция Эля. Тоже новая функция, которая появилась. И тоже она... Ну, то есть надо понимать... Найти пример, который позволит продемонстрировать его работу. Именно он как оконная функция реализован. Реализован. Смотрите. У нас есть сумма, order date, и мы хотим, чтобы месяц совпадал. Но мы, допустим, собираем сумму за месяц, а у нас по дням. Но мы хотим именно посчитать, чтобы была сумма за месяц. Здесь мы фактически в условии говорим, что вот месяц текущей строки должен совпадать с предыдущим, то мы тогда это считаем. Если не... Мы накапливаем. То есть это, получается, вот это условие – это окно. И в таком ситуации у нас здесь есть февраль, сумма, мы накапливаем суммы. У нас поле содержит сумму за февраль. А не по отдельности. И точно так же июль. А чем это отличается от предыдущего? Где мы просто можем по order date? В смысле? Если мы сделаем деф этот, не к чему, нечего добавить. У нас order date. Нам просто у нас, допустим, с точностью... Но если из order date взять месяц. Нам нужно, допустим, по дням выводить и сумму за месяц. Предположим, мы хотим... А в деф будет работать, если мы будем закидывать как раз поле, ну вот на лету вычленить из даты месяц? И это не будет то же самое? Если мы говорим еще раз... Ну, в деф, когда мы выбираем поля, по которым агрегировать, то мы закинем не order date, а month из order date. А мы... А, вы имеете в виду вот это сделать, net sales. Сейчас давайте посмотрим. И здесь, вот здесь указать, как измерение... Months... Order... Order date. Вот так. Вот так. Да, она совпадает. Но это был просто способ показать, как работает функция. Я долго не могла придумать простой и доступный способ показать суть этой функции. Но вы правы. Так тоже можно. Деф в этом плане дает определенную гибкость, но при этом она дольше работает, чем другие. С параметрами... Давайте еще раз посмотрим. У нас есть три типа параметров. У нас параметр текстовый, параметр числовой. Давайте посмотрим. Давайте числовый параметр покажу на примере расчета топа. Была задача... Чтобы была круговая диаграмма, мы указываем значение n, и по все, что выше n, измерение уходит в значение в others. То есть мы вот здесь считаем, топ n помещается отдельно, а все остальное помещается в others. Здесь тоже использована def-функция, потому что в чем особенность агрегирующая функция и def? Агрегирующая функция – это дает одно значение по... Это как тотал в строке табличной. Def дает в каждой строке значение. То есть у нас, если здесь мы считаем... То есть у нас сумма, она одинаковая для обеих строк, потому что она соответствует вот этим условиям. То есть мы считаем сумму, и эта сумма помещается в каждой строке. И мы можем, допустим, построчно работать тогда с этими полями. В случае, если мы работаем с агрегатами, то по сути это вот одно значение, и мы не можем с ним работать как построчно. Это будет одно значение. И в FANBI есть такое ограничение, что нельзя в калькуляциях использовать агрегатные значения с неагрегатными. И часто это вызывает сложности. Поэтому Def позволяет вывести именно построчно и анализировать построчно, и тогда многие задачи будут решаться. В частности, проблема с ранком. Rank NLS дает агрегатную функцию. И потом сделать вот такую вещь, как сравнение топа с ранком и создание измерений не получится. Потому что он скажет, не могу, у нас вот здесь единичное значение, а здесь это агрегатная функция. А именно ранг, созданный с помощью Def функции, позволяет. Давайте посмотрим, как это сделано. Сделано на самом деле ничего сложного. Здесь идет каунт категории. И у нас условие Def. Если сумма больше, чем предыдущая, то тогда у нас плюс один. Если меньше, то этому не накапливает плюс. И далее на основании… И так как это у нас… Давайте сделаем копию визуалу. У нас ранг становится вот эти… Они первичные значения, а вот этот, он больше, и поэтому суммируется. И далее мы уже можем использовать для того, чтобы определить, что измерение. И у нас появляется вот такая возможность собрать эти измерения. И здесь как раз давайте посмотрим, как идет инициализация параметра. Здесь также числовой параметр, идет bind параметр, топ N. И мы, как видите, спокойно с ним работаем во всех функциях. Анализировать можем, как и в свитч мы делаем. Если нам нужно… Тоже был вопрос, кстати. Давайте посмотрим. Я обещала это показать. Давайте вот на примере вот этого… У нас есть функция switch, которая позволяет на основании параметру. У нас есть параметр регион. Если мы можем, мы можем сделать следующим образом. Там у нас значение такое, там будет элемент, значение такое будет другой элемент. И как раз используя этот подход, можно реализовывать изменения расчетов. В случае, если вам нужно, допустим, здесь… Тут у нас два, но давайте будет… Просто разные меры предположим. У нас в одном будет net sales, а в другом будет quantity. А для всех остальных… А для всех остальных, как я говорила, что просто достаточно регионов, мы будем указывать… А можно тогда, чтобы это было прям совсем визуально понятно? Это как меру… Как dimension, наверное, закинуть какое-то тинение графика, например. То есть в зависимости от выбора региона у нас показываются разные метки. Да. Это у нас мера будет. И у нас будет сейчас регион. Давайте в линейный положим. наименование туда же еще положим. А наименование с этим сложнее. Давайте положим туда наши исходные метрики, чтобы видеть, что у нас где. Отселс. 50. Но он все показывает. 13. Клонтите. Как бы продемонстрировать это? Давайте в табличке лучше. Мэжа. Мэжа нам нужно не сумму, а максимум положить. Европа, Северная Америка, Скандинавия. Давайте еще раз проверим, что я там написала. Я случайно выбрала. Modify quantity unit price. Unit price. 550. 550. 915. Северная Америка у нас тоже unit price. Мэжа 83 у нас в Скандинавии. Давайте посмотрим, что для Скандинавии я указала, чтобы проверить. NetSales amount. Правильно, я вот написала. Скандинавия. Скандинавия. 83 тысячи. Он все, он его не определил. Смотрите, видите, 142. Он все везде unit price. Давайте, значит, я неправильно указала. Нужно аккуратно переносить. А, я даже догадываюсь, в чем дело. Давайте посмотрим, что у нас указано в параметрах. У нас к Северной Америке указано в Скандинавии. Так как у нас значение параметра, а не регион передается и в качестве условия, то у нас именно соответствие, в зависимости от того, что мы передали, будет Скандинавия. А так, там была Северная Америка, для которой указано как unit price. У всех значений был unit price. Ну, это история, получается, сейчас он не смотрит на регион в табличке, он просто смотрит на значение параметра, которые мы передаем. Потому что мы выбрали, ну, лучше, конечно, не так это делать. То есть, конечно, это девятый. Не очень показательно, на самом деле. Нужно как-то по-другому, потому что мы и выводим регион, и его же инициализируем в параметры. Поэтому, да, обычно там используется, можно сделать по-другому, сделать custom value list, убрать. И здесь, допустим, сумма, там какие у нас могут быть сумма, количество, скидка. Вот это как бы будет правильнее. И мы тогда обрабатываем, у нас это будет в регионе, но мы обрабатываем вот здесь. Тогда как сумма, количество. Здесь минус, что мы не можем проверить, какие значения, то есть там не подсказывают. Нужно аккуратно, вручную вводить. Давайте выберем сумму. Ну, неправильно я указала. Давайте проверим. Я здесь с большой буквы написала. А там с маленькой. Здесь тоже с маленькой можно. А количество я правильно хоть указала? Ну, это ошибки, которые вот именно нужно аккуратно переносить. Давайте сейчас внимательно сделаем. Странно, честно говоря, вот это все. Либо правильно набираешь, либо какие-то... А, вот здесь неправильно. А чем это отличается от кейса просто? От простого кейса? Синдексесом? Или вы про что? Здесь это случай, когда вы хотите управлять тем, что считается. То есть вы по-другому считаете. Что-то я не так сделала. Мне кажется, просто уже пятница. Честно говоря, просто я всегда, когда я показываю, я всегда больше ошибок делаю, чем сама. Давайте проверим. Сумма на смеже сумма. Количество, quantity и скидка. И мы меняем скидку у нас. Все работает. Просто аккуратно это надо делать. Я плохо на показ делаю. А это может быть из-за множественного выбора? Как по-моему, вы потом изменили. Может быть, давайте проверим. Вообще, да, он будет ругаться, если. Но он и все упадет просто. Потому что нужно тогда инфункцию использовать. Можно, давайте проверим, тогда используем инфункцию. Давайте вот так. Тогда можно сделать еще по-другому. Можно сделать через if. Анастасия, ты с нами? Здесь тогда теряется логика. А что ты работаешь? А логика этого свитча? Выключите микрофон, пожалуйста. У нас всю ночь гулять будет. Конечно, нужно было подготовиться. С вами привет. Нет, суть этого, конечно, свитча, именно что мы действительно делаем однозначный выбор. Это если... Это колбаски там, где выраганали. Как будто явно уже пятница. Так, давайте быстренько по вопросам, потому что все затянулось. Я выключил звук, да. Сильно затянулось. Да тут, на самом деле, вопросов не очень много. Все такое тяжко. И люди прямо пишут, да, что по формулам можно создавать отдельный курс. С массивом. С массивом, на самом деле, здесь особо не поработаешь. Пока они очень мало. Я тоже просила с in, что если у них есть функция in, какой-нибудь типа rec и так далее, чтобы можно курсоры использовать и по ним обрабатывать. Пока еще этих функций, к сожалению, не хватает. То есть там сплит какой-то есть, подобие, когда там можно индекс of использовать, и он выдаст не... Именно значение целиком текста, но пока, к сожалению, этого особо нет. Поэтому с массивами здесь не очень. Но вот функция in позволяет в строке проверять. Да. А с def-ами... Давайте по-быстрому еще раз глянем примеры с того, что дает вендор. Я это все проверяла. Это все работает. Просто я не стала воспроизводить сейчас. Вот точно так же он показывает count.gg value плюс 1. То есть если... Потому что если плюс 1 не поставить, будет с нуля. Здесь у нас перечень всех измерений, по которым идет. Не знаю, почему они value добавили. И у нас если value больше, чем предыдущая, то есть если условие выполняется, то мы плюсуем. У нас если здесь единичка, пятерка и 2 по вот этим измерениям, то у первого будет ранг 8, 5, 2. Ну, кстати, вот надо посчитать единичка. Они когда вот это объясняют, 8, 4. То есть по всей группе считают здесь, по всем измерениям. Можно еще раз вот... Вот первый мы проверили. Написали восьмерку, да? Это вот восьмерка означает что-то наихудшее продажа, то есть единичка самая... Да, но почему он интересен не в группе? А, потому что у нас нет условия value, вот здесь нет равенства по группам, да. Тогда он полностью по всем осмотрит. Дальше они объясняют, как вторую четверку, четвертый ранг получили, да? Четверку, да, получается, потому что пятый относительно вот этого находится на месте 4. То есть у нас value 1 – это восьмой, 8 – 1, 4 – 5, 7 – это второе, 6 – третье, 5 – это четвертое, 6 – аж у нас 7, 6, 5, потом идет 4, 3, 2 и 1. Наталья, а вот почему, зачем впереди написали count-act-value плюс 1? Вот плюс 1 – это что дает? Чтобы нуля не было. А, ну то есть иначе ранг был бы 0,7, да? Да. Чтобы ранг с единички был. Наталья, извините, а вот у вас эта методичка, как получается, да? Можно где-то с ней ознакомиться будет? Да, я думаю, мы ее пришлем. Это методичка от вендора. Но она, честно говоря, не очень подробная. Выложил чатик, да. Не очень подробно. Я протестировала, то есть это все работает, все так, но какие-то вот эти моменты тоже каждый раз нужно, наверное, намного больше написать, чтобы действительно это от зубов уже отскакило, было все очень понятно. Наталья, извините, можно я вас еще на минуту вот в этой формуле помучаю? Хорошо. Вот мы просто проранжировали значение в или присвоили от 1 до 8. А зачем вот эта промежуточная группировка групп, сабгрупп, в или, если в итоге мы просто проранжировали от 1 до 8? Вот это ответить не могу. Я сама не очень понимаю. Может быть, кто-то из слушателей понимает, вот средняя часть тела формулы групп, сабгрупп и в или, зачем она здесь и что она дает по итогу результатов? Потому что, наверное, не только по альфу, потому что именно вот это в или осталось, а не сгруппировалось. Если мы уберем, так как у нас def, я поняла. Короче, так как у нас функция def, то мы должны здесь указать все измерения. Не поняла, почему value они как измерение указали, но группы сабгрупп. Если мы оставим только групп, то у нас будет a плюс b, и вот эти значения все просуммируются, и ранг будет считаться по сумме, а не по конкретному value. То есть мы здесь, чтобы value оставить нетронутым, не сгруппированным, и поэтому мы указываем все измерения. А вот здесь уже value. Есть еще вариант, вот здесь есть вариант, когда, я вот этот уже разбирала, когда они в рамках группы. То есть у нас группа равна предыдущей группе, и сабгруппа тоже совпадает. И тогда мы считаем ранги уже в рамках вот этого сабгруппы, а не целиком по группе. Это вот эти моменты, что... Вот это, кстати, было бы интересно, да. То есть ранг считать не на всю таблицу, а, например, там на одежду, на обувь, на грушу, на яблоке. Это прикольно, да. Но вот с этим нужно быть аккуратнее. Особенно с датами я пыталась... То есть здесь можно или функцию вводить, но он не всегда срабатывает. То есть надо аккуратнее это делать, а не всегда понятно, как он считает. То есть он считает, и все дефы, они ресурсозатратные. Будьте аккуратны, когда вы запускаете дефы, чтобы не повесить весь расчет. Тестировать лучше на маленьких объемах. А у нас будет вообще в уроках понимание, из-за чего дешборд тормозит? Нет, это у нас курс overview, чисто обзорный, просто вам показать, что есть. В случае, если вы хотите более глубоко покрузиться в какие-то нюансы, приходите на платное обучение, где будет практика, где будет лабораторный, подготовленный, со всякими нюансами. Я именно в первую очередь хотела просто обзорно показать, чтобы у вас возникли вопросы, и вы либо с ними пришли к нам еще раз, либо пришли на обучение. А касательно тормозить, это вообще производительность, у нас будет, скорее всего, скоро статья по работе плагина для проверки Директа, плагин именно проверки производительности Директ Коннектов. Будет она на сайте, так что ждите. А если у вас есть запрос по производительности, тоже напишите, пожалуйста, конкретно, что вы хотите, мы, возможно, рассмотрим, и, может, создадим отдельное обучение, или отдельная встреча по этой теме. Сейчас цель данного курса это обзор на Find BI 6, просто чтобы те, кто либо не видел его Find BI 6, либо только переходит с пятерки на шестерку, понимали, где что искать, как что выглядит и куда можно заглянуть. У меня не было цели прям глубоко погружаться. Это, по-моему, получилось хорошо. Ну, вот с этими дефами я каждый раз, сколько я часов уже над ними сидела, пока сижу сама, ковыряю, вроде бы все работает. Как начинаю показывать, у меня все перестает работать. Вот это какой-то полтергейст, не знаю. Я сама сегодня еще раз тоже погружалась вот этим деф и дефсаб. Ну, дефсаб, в принципе, понятно, когда мы должны указать то, чего мы убираем. Дефсаб. Ну, в этом смысле, то есть у нас сам агрегит. Давайте последний раз я проверю, как это работает. Очень интересно, что они добавили фильтрацию. Это, на самом деле, того, чего нет в лодах в табло, насколько я знаю, можете я ошибаюсь. Именно что возможно здесь отфильтровать те значения, которые нужно, чтобы не учитывались. Здесь у нас будет пускай ситя. Кастер-региатор 8. Вот здесь он уже ситя чисто по регионам. Давайте выведем total row. У нас будет сумма регион 13462. 13462. То есть фактически, как это работает? Мы указали не то, что учитывать, а то, что не учитывать. Какое измерение мы исключаем из тех, что есть на компоненте. Мы исключили сити, у нас посчитался только регион. И таким образом получили вот эту общую сумму. Это точно так же работает, но просто его сложнее продемонстрировать. Нужен какой-то пример. Все, спасибо тебе большое. Было интересно. Спасибо за внимание. Прошу прощения, что задержала. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения.